Здравствуйте! В эфире «Преступления и наказания». Я Ольга Журавель. Ежедневно в редакцию программы поступают обращения от горожан, которые столкнулись с несправедливостью и беззаконием, стали жертвами преступлений, которые остаются безнаказанными. Но в топе, пожалуй, аферы с недвижимостью, в результате которых жители Днепра остаются без крыши над головой. Подробнее далее в программе. Герой нашей программы Василий прожил в семейном общежитии без малого 13 лет. Но однажды, вернувшись домой с работы, узнал, что его выселили. Поставили перед фактом. Я проживал в общежитии Софьи Ковалевской, 78 по адресу, комната 817. Пришел 18-го числа домой, не смог попасть в дверь. Взломали мне комнату, зашли туда, поменяли ячейку. И так я по нынешний день, уже два месяца прошло, и туда так и не попал. В тот роковой вечер мужчина вернулся домой поздно, поэтому решил, что утро вечера мудренее. Переночевал у знакомых и затем направился к коменданту общежития. Я обратился, чтобы она мне объяснила причину, по которой я не мог попасть в свою комнату. Она мотивировала это тем, что она мне предупреждала, что мы будем выселять за долги. И выселила. Ну, здесь в общежитии находился не один я только должник. Долги были поболее. Получилось так, что я один попал от выселения. Долги у Василия правда были, рассказывает он. Порядка 12 тысяч гривен. Накопились, пока лежал по больницам и не мог работать. Но погасить задолженность, по его словам, не получалось не только от недостатка денег. Много селения. Один раз был, проплатил, потом я не мог по состоянию здоровья проплачивать. У меня была операция, потом обострение. Я не работал и временно не мог проплачивать. По словам Василия, комендант в глаза заявила ему, что он, дескать, не только должник, но еще и не проживал в семейном общежитии. Она мне сказала, что так как ты полгода уже здесь не проживаешь, хотя я здесь проживал. Я ушел утром на работу, вечером прихожу. Соседи Василия, которые знают его не один год, таким заявлением со стороны администрации общежития удивляются. Да, проживаю. Давно сколько я проживала. Не в быянин, ничего, нормальный парень. С момента выселения прошло почти три месяца. Но попасть в комнату, несмотря на наличие прописки в паспорте и ордера, Василий Фурд не может. Возмущен беспределом. Но как защитить свои права, не знает. Получается, я не в комнате, где я проживала. Поставили сейчас двери, чтобы не меньше кто сюда лазил. Комната находится за этими дверями. Есть еще четыре двери, у которых есть комнаты. Незаконное проникновение было в комнату. Без суда, без следствия, без ничего. Без всякого предупреждения. Я думаю, я считаю, что за две недели до выселения меня должны были предупредить. Предъявить мне решение суда. Суд какой-то должен был быть. Она мне объяснила это тем, что я в присутствии комиссии опечатала твою комнату без меня. Только через суд она могла подать иск в суд за неуплату в общежитии. Мужчина рассказывает, что первым делом по горячим следам вызвал полицию. Когда приехала полиция, они сами пошли в общежитие, в комнату. Взяли, собрали документы мои там какие были. Но попасть в свою комнату ему не удалось. Я когда пришел, когда вызвал полицию, комендант сразу в этот же день позвонил каким-то людям. Они пришли, обратно начали там что-то делать, типа замок, делать уборку в комнате. Я это все снял на видео, у меня есть подтверждающие видео. Я хотел зайти в свою комнату, мне сказали, кто вы здесь такой, покажите документы. Меня в эту комнату не пустили. Сам Василенец уверен, что стал жертвой мошеннической схемы. Я думаю, что это связано с тем, что она зарабатывает таким образом деньги. Пытается заработать, продает комнаты, делает липовые документы, подделывает и мотивирует все это за долгами. Так ли это на самом деле? Пытаемся поговорить с администрацией общежития. Но не получается. Я вообще-то хочу вернуть себе комнату. Здесь все было, вот она вышла. Как раз вышла комендант, наша общежития пошла своим бывшим заместителем. Мы видели комендант, что здесь в общежитии. Она увидела нас и решила убежать отсюда, чтобы принести никакую ответственность. Она побоялась, потому что все было сделано незаконно. Двери нам не открыли, на телефонные звонки не ответили. Вместе с Василием направляемся к участковому. В опорном пункте о проблеме выселенца ничего не знают. Поэтому пишем заявление на месте. У меня принял участковое заявление о том, что у меня было выстелено незаконно с общежития. Сказал, что это все сделается до четверга. Рассмотрит, почему до сих пор не было передано заявление ему в руки, после того, как я написал заявление в АНД районе. Общежитие по Софьи Ковалевской 78 относится к швейному объединению «Славутич». Раз не удалось пока поговорить с комендантом, зададим вопросы директору объединения. Однако директор швейного объединения только руками разводит. Мол, помочь Василию он уже ничем не может. Не в его полномочиях. Я с этой ситуацией впервые слышу, потому что до данного момента он не обращался по поводу того, что его выселили. А на данный момент сейчас я ничем не могу помочь, потому что с 1 августа уже подписаны документы о передаче коммунальной власти на ЖСРС-5. И данных не помочь, я сейчас никаких, и ничем помочь я не могу. Однако случай из ряда вон, говорит директор. Само правство как бы сняли. Если бы на данный момент, как только это случилось, и он бы обратился, то этот вопрос бы прям в ту минуту был бы решен. Общежитие, а значит и ворох его проблем, две недели назад перешли на баланс города. Этот вопрос поднимался еще в июле прошлого года, то бишь 15-го. Приняли мы его к себе на баланс 1 августа 16-го года. К коменданту общежития у ЖСРС есть ряд вопросов. Общежитие передается в коммунальную собственность. Сейчас все повыходят, кто поздавал в аренду жилье, кто не проживал и остался прописанным, а на людей напоселял. К сожалению, ничего нам еще не известно по данным паспортного стола, потому что непосредственно комендант убегает от нас и не передает нам соответствующие документы. К проблеме Василия здесь подошли с пониманием. По данной ситуации постараемся помочь человеку, по той причине, что нужно. Со своей стороны поможем составить акты, и для того, чтобы молодой человек пошел в суд и смог отстать свои законные права. Василинец намерен судиться, а мы будем следить за его борьбой за свои права. Программа «Преступление и наказание» продолжает освещать историю молодой женщины, которую вместе с малолетним ребенком оставил без крыши над головой не кто-нибудь, а родной отец. Ох, женщина, ты на своих детях увидишь все умы наше, потому что ты у нас в квартиру будешь живы. Смотри, как я вхожу, смотри, смотри, радуйся, чтобы ты радовалась своему горе. Проклинаю вас, проклинаю вас весь род, проклинаю вас, проклятье вам, проклятье тысячу раз проклятье. Это Иветта Данилова, молодая мать. Ее вместе с малолетним ребенком выселяет из квартиры, в которой она прожила всю жизнь вместе с матерью, исполнительная служба. Выполняет заочное решение суда. В июле месяце приехала неизвестная покупательница, и начали мне здесь выбивать двери с исполнительной службы. Решение суда для Даниловой было как гром среди ясного неба, рассказывает ее адвокат. Узнали мы об этой проблеме летом 2015 года, когда исполнители государственные пришли выселять ее вместе с ребенком из жилого помещения, которое она считала своим, в котором она очень давно проживала, проживала там вместе со своим ребенком. Никто эту квартиру никогда не продавал, никто ее не осматривал, она ее на продажу не выставляла. Более того, квартира была собственностью ее матери. Показывать я никому квартиру не показывала, продавать я ее не имела право на то время, потому что отец был в браке с моей матерью. Мать Иветта умерла в 2013 году, через 13 лет после развода с отцом, который, по словам молодой женщины, к ним никогда не являлся. Прописан он здесь не был? Не был он здесь прописан. Посему вопросами наследства Данилова заниматься не спешила. В связи с беременностью, с ремонтом, с учебой в школе, с косметологической, не успеваю войти в наследство в полгода. Но как бы я проконсультировалась с державным нотариусом, с нашим, она мне сказала, занимайся учебой пока, и придешь в любое время, ты автоматом идешь наследницей. Потому что отец твой в течение 7 лет не подавал о разделе имущества. Это в горе с полком, был державный нотариус. Однако в январе 2015 года выяснилось, что квартира продана. А вы купили ее 15 числа, 15 января. 15 года, 15 января, правильно? Квартиру. Вот сейчас будем разбираться с милицией, с нашей. Извините. А я никуда не отойду. Пожалуйста. Все. Что рассмотреть? На голос подождите. Нет, да, молодой. Я не знаю, как ребенок. Я тебе что разображу? Да звоню, говорю, успокойся. Квартиру не купи. Урод, сука, ебаный, продал. Исполнительная служба наблюдает, что в ухвале было выселение меня, но не моего ребенка. Мой ребенок на то время здесь был со мной прописан. За 3 минуты липовый покупатель бежит в ЖЭК и выписывает меня, и всю же секунду с ребенком. И говоря, что мы прописаны в какой-то малосемейке уже с ним. Без меня это все было. Но исполнительная служба сказала, так как ребенку негде проживать, он должен здесь остаться, а я должна выйти. Документы, найдите быстренько прописка ребенка. Быстрее, там здесь правду отдавали. Она выписана месяц ребенка. Кто выписан месяц ребенка? Вы что издеваетесь? А мы только вот хотели месяц назад жрали. Выписаны по решению суда, уважаемые. Я говорю предливое ваше решение суда. Суда не суда. Предливое. Смотрите, у нас в исполнительном листе идет речь только об одной особе. Это Данилова, яка только что покинула помещение и передает ключи, и передает там свой экземпляр ключей. Помимо нее в квартире, как оказалось, находится ее сожитель с ребенком, который утверждает, что все имущество, которое находится в этой квартире, принадлежит ему. Описывать мы ничего не имеем права. Это принадлежит ему. Так он в моей квартире. Она заявляет таких, но у нас, если бы у вас был исполнительный документ, который говорит, что нужно выселить его с ребенком, они бы уже давно здесь не находились. Вы дали мне справочку о том, что я снята с ребенком с регистрацией, неизвестно каким путем совсем, я туда не ходила. Адвокат Иветы взялась за дело. После того, как мы ознакомились с материалами, узнали, какой судья рассматривал, в каком суде, какое дело, мы пришли в суд, написали заявление о пересмотре заочного решения. Это оказалось заочное решение индустриального районного суда, в соответствии с которым Ивета должна была быть выписана из жилого помещения. А, кстати, в требованиях по поводу снятия с регистрации индустриальный суд отказал. По нашему заявлению о пересмотре заочного решения, индустриальный районный суд возобновил производство, отменил свое решение, ранее принятое заочное. Идет судебное разбирательство. Ивета надеется, что ее и ребенка пропишут в квартире, из-за которой и разгорелся весь сыр-бор. Мне судья сказала, что покупатель, который купил у меня квартиру, я не видела ни купли-продажи, ничего не видя я, имеет вес на эту квартиру. Возможно, что я выйду с этой квартиры. Получается, что я оббиваю пороги прокуратуры индустриальной, то, чтобы они приписали, чтобы они не задерживают, потому что уже прошло полгода, меня никто не приписывает. Мы подали все заявления, но ухвалы никто на это даже не обращает внимания. На заявления мои никто не обращает внимания, все меня игнорируют, обещают мне завтраками. Если бы была здесь прописка меня и моего ребенка, это была бы уже моя какая-то надежда, опора была бы. Ивета плачет. Она и ее крохотный ребенок рискуют остаться без крыши над головой. Чтобы бороться за свои права в юридической плоскости, говорит, продала все, что могла. Продала я всю мебель, все, что у меня было. Продала я холодильник, стиральную машину, шкаф я продала, телевизора два я продала. Я продала магнитофон, я все-все-все попродавала, я осталась в одних стенах. И я так понимаю, что мне никто в этом не поможет, что мне нужно просто с ребенком выехать. Моя покупательница сказала, что она прописала меня в какой-то Пентагон. Я буду жить в общежитии, в котором мне просто страшно, которые опять-таки меня придут и выселят. И я понимаю в суде, что половина квартиры сейчас минимум, как мне дают понять, будет этой жидковой, липовой. Я ее спрашиваю в суде, говорю, вы смотрели мою квартиру? Она да, смотрела. Я говорю, каким способом вы ее смотрели, если я была дома? Как вы могли смотреть? Этот вопрос пытаемся задать и покупательнице, которую встретили в индустриальном районном суде после очередного заседания. Здравствуйте, вы ответите на два вопроса? Здравствуйте, я ответил. Поговорить с Ананием отцом Иветты нам тоже не удалось. Не нашли. Отца вообще не видно, он пропал. Мы его искали, его нет. Иветта вздыхает. То, что отец совершил очередную махинацию с недвижимостью, ее не удивляет. Мол, такими делами он занимался и раньше, когда жил со своей семьей. Но не могла себе представить, что у него поднимется рука на родную дочь и внука. Это афиристическая система. Папа всю жизнь был чертен и ел. Мама нас не выгнала, а вот он с ума жил, перенадали в квартиру. С юридической точки зрения при продаже квартиры были допущены явные нарушения, комментирует адвокат. На тот момент, когда квартира якобы была продана, все-таки ребенок малолетний там проживал и имел право на проживание. Иветта там была прописана, у нее была регистрация. Ребенок на этот адрес был выписан из роддома. Ребенок по этому адресу наблюдал со соответствующими врачами-педиатрами. Есть свидетели, которые видели и понимают, и знают, что ребенок проживал там с самого рождения. На данный момент судьба молодой женщины и ее ребенка в руках служителей Фемиды. Если суд все-таки не изучит все материалы, то есть варианты, что Иветта со своим годовалым ребенком может остаться на улице. В следующих выпусках программы еще больше невыдуманных историй о безнаказанности. Мы продолжаем следить за судьбами наших героев и помогать им. До встречи в новое эфирное время по субботам в 18.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова